В конце 60-х годов Татьяна Доронина произвела тихую революцию в Советском Союзе. Она ворвалась в сердца целого поколения, словно вихрь, пленив зрителей своим завораживающим голосом с легкой хрипотцой, глубокими, словно бездонными глазами и почти неземной красотой. Каждое ее движение, каждый едва заметный наклон головы, источал невероятную энергию, которая прежде была неведома советскому кино. Ее хрупкую женственную фигуру и светлые локоны тут же сравнили с Мэрилин Монро, хотя это сравнение едва ли могло отразить истинную суть Дорониной. Она была куда более талантлива, возвышаясь над голливудской звездой, как актриса с настоящей глубиной и неподдельной силой игры. Татьяна Доронина в свои лучшие годы была настолько прекрасна, что мужчины, встретив ее хотя бы однажды, теряли голову и влюблялись без памяти. Она знала об этом и умело пользовалась своим обаянием. Для нее романтические увлечения были лишь легкой игрой, способом сбежать от напряженной работы в театре и кино. Любовь казалась ей развлечением, не заслуживающим серьезного отношения. Однако теперь, когда ей уже за 90, Доронина с горечью признает, что слишком легкомысленно относилась к своей личной жизни. Ее окружает тишина, ни мужа, ни детей, ни внуков. И в старости, без близких людей рядом, эта пустота становится особенно тяжелой ношей. Татьяна всеми силами старалась избежать одиночества. Сначала искала утешение в роскошных санаториях, а теперь нашла приют в доме престарелых. Сегодня в видео расскажу, какие неудачи сопровождали звезду и как сложилась ее жизнь в преклонные годы. Еще подростком, после восьмого класса, Татьяна легко прошла по конкурсу в знаменитую школу-студию МХАТ, удивив всех своим талантом и харизмой. Казалось, что эта девочка из Ленинграда просто создана для сцены. Однако вскоре всплыла неожиданная проблема – у нее не было аттестата зрелости. Татьяне казалось, что ее выдающийся талант важнее любых формальностей, и что ее примут и без документов. Но оказалось, что правило важнее, и без аттестата она не могла стать студенткой. Не смирившись с отказом, через два года она вернулась, уже готовая выполнить все требования, и на этот раз ее зачислили. Однако с первых дней стало ясно, что Доронина была особенной не только в плане таланта, но и по характеру. Она всегда ставила свои интересы превыше всего и не боялась отстаивать свои права. Коллеги вспоминают случай, который надолго запомнился всем. Она оказалась единственной студенткой, которая посмела надавать пощечин обслуживающему персоналу за то, что ее неправильно загримировали и принесли не тот костюм. Этот скандал разгорелся с такой силой, что обсуждение ее поведения вынесли на комсомольское собрание студии МХАТ. Ее темперамент и требовательность часто вызывали неоднозначные реакции, но никто не мог отрицать, что за этим скрывался огромный талант. Один из однокурсников Дорониной сказал. Да посмотрите, она даже в массовке выходит, задрав нос. Всем она казалась каких-то благородных дворянских кровей, и как будто чего-то недоговаривает и скрывает. Но никаких голубых кровей у Дорониной не было, а в Ленинград ее родители переехали из Ярославской деревни. Отец происходил из староверов, всю жизнь работал поваром. Мама в последние годы служила билетером. Много лет спустя Татьяна Доронина с улыбкой вспоминала, как однажды принесла отцу журнал, в котором впервые была опубликована ее фотография. Она помнила, как он долго разглядывал снимок, утирая слезы радости, и не мог подобрать нужные слова, чтобы выразить свои чувства. Наконец он произнес «Спасибо партии и правительству». Доронина смеялась, вспоминая, как ее отец искал, кому же именно следует благодарить за такое счастье своей дочери. Актриса с особой теплотой вспоминает свои студенческие годы, время которое она считает самым светлым и радостным в жизни. Это был период первых шагов на сцене, наполненный яркими впечатлениями и искренней дружбой. Но было и много зависти. Она вспоминает оживленные репетиции, теплые отношения с однокурсниками и веселые поездки на сбор картофеля, одно из тех типичных студенческих мероприятий, которые навсегда оставались в памяти. Сила и уверенность в себе Татьяны Дорониной исходили от глубокого ощущения, что ей дано свыше что-то особенное. Конечно, ее талант, настойчивость и естественная красота, не подогнанные под голливудские стандарты, вызывали раздражение у многих. Ее упорство и стремление к совершенству не оставляли равнодушными коллег. Неудивительно, что когда Доронина завершала обучение в школе-студии, среди актрис МХАТ разразилась настоящая паника. Появление такой актрисы совсем не радовало женскую труппу. Каждый ее провал, каждое неудачное выступление приносило им немалую радость. По рассказам киноведов, интриги против Татьяны начали плестись за год до ее выпуска. Старая гвардия заранее предвидела, что ее ожидает блестящее будущее, и сделала все возможное, чтобы избавиться от потенциальной конкурентки. Им нужно было, чтобы Доронину отправили подальше, в дыру, где о ней не было бы ни слуху, ни духу. «Навредят тебе, ты ни с кем не спорь, что они захотят с тобой, то и сделают», предупреждала мама Татьяну заранее. В итоге места в МХАТе для лучшей ученицы не нашлось. Вырваться из провинциального театра на столичную тогда было сродни чуду, но она всегда верила, что ее талант важнее правил. Олег Басилашвили, ее однокурсник, лучший друг, и спустя время после начала обучения, они расписались на четвертом курсе, ее первый муж. Их отношения развивались постепенно, но обрели крепкую основу в атмосфере творческих исканий и студенческих будней. После окончания учебы их распределили по разным городам, Басилашвили получил назначение в Сталинград, и Татьяна без колебаний последовала за ним. Там их талант вскоре был замечен, и они стали звездами местных театральных постановок. Их блестящие роли в таких спектаклях, как «Горе от ума», «Варвары», «Поднятая целина» и «Три сестры» быстро принесли им известность. Спустя два года актерскую пару пригласили работать в Ленинградский театр. Вскоре после переезда в северную столицу начали приезжать театралы, чтобы увидеть спектакли с Татьяной Дорониной. Среди ее поклонников оказались супруги Александр Лазарев и Светлана Немоляева. Будучи тогда не слишком обеспеченными актерами, они часто покупали билеты до Ленинграда, чтобы не пропустить ни одной премьеры с ее участием. Когда Лазарева утвердили в качестве партнера Дорониной в фильме «Еще раз про любовь», он был не только рад, но и испытывал значительный мандраж. Роль физика Евдокимова изначально хотел сыграть Владимир Высоцкий, который на пробах просил снимать его в ботинках на каблуках, чтобы выглядеть выше рядом с Татьяной. Однако эта пара не выглядела слишком гармонично. В итоге выбор пал на Лазарева, который тогда был еще мало кому известен. Он опасался работы с Дорониной, зная о ее сложном характере и опасаясь, что им будет трудно сработаться. В архиве Мосфильма сохранилась редкая фотография, запечатлевшая момент их встречи на аэродроме. Позже эту сцену пересняли иначе, и шелковый платок, который сползал с головы Дорониной во время поцелуя, в финальной версии не появился. Но съемочная группа долго вспоминала тот самый платок. Если вы видели фильм еще раз про любовь, то в конце есть эпизод с Шервинтом, Лазаревым и Дорониной, в котором именно этому платочку суждено было стать важной деталью. Во время съемок этой сцены Татьяне понадобился тот самый платок, который, как оказалось, не вошел в окончательный монтаж. Костюмеры Мосфильма перерыли все закрома и нашли похожий вариант. Но Доронина, уже уехавшая, не согласилась, поскольку считала, что этот платок не подходит. Она не капризничала, просто была дотошна в мелочах и воспринимала такой атрибут как часть профессионального подхода. Особое волнение у Александра Лазарева вызывала предстоящая постельная сцена. По современным меркам она выглядела очень скромно, но актер категорически отказался раздеваться. Несмотря на увещевание режиссера Натансона, он лег рядом с Татьяной, натянув одеяло до подбородка. Тем не менее, даже в таком виде сцена произвела настоящий фурор. Героиня Дорониной, оставаясь с мужчиной в первый вечер знакомства, первый призналась ему в любви, смущая и восхищая советских зрителей. Однако зрителей действительно покоряло то, что она была свободна, как актриса и как героиня, уверенная в себе и своих чувствах. В жизни Татьяна Доронина тоже не была склонна удерживать мужчин рядом с собой. Напротив, именно они выстраивались в очередь, желая привлечь ее внимание. Однако каждый, кто решался жениться на ней, автоматически становился мужем Дорониной, и с этим статусом немногие могли смириться. Мужьям было тяжело оставаться с ней надолго. Они уставали от ее энергии, которая со временем начинала их гасить. Инициатором расставаний всегда была она сама, ощущая, что не может больше делить свою жизнь с теми, кто не соответствует ее внутреннему ритму. Когда ее и Олега Басилашвили пригласили в Ленинград в труппу театра имени Ленинского комсомола, казалось, что их счастью ничего не угрожает. Однако с переездом до Дорониной начали доходить тревожные слухи, говорили, что ее муж увлечен другой актрисой, Татьяной Пелецкой. Однажды Басилашвили уехал на съемки фильма «Невеста» в небольшой поселок неподалеку от Ленинграда, а Доронина осталась дома, томясь без дел. Ночь тянулась бесконечно, и не находя себе места от скуки и беспокойства, она решила неожиданно навестить мужа, не предупредив его о своем визите. Взяв такси, она отправилась в поселок, не подозревая, что эта поездка станет переломным моментом в ее жизни. Когда она прибыла на место, перед ней предстала неприятная картина. Ее муж был сильно пьян, а рядом с ним находилась Татьяна Пелецкая. Близости между ними не было, они просто сидели, выпивали и разговаривали. Но для Доронины этого оказалось достаточно. Сама ситуация, этот образ двух людей, сидящих вместе в полночь, вызвал в ней острую боль. Она восприняла это как предательство, не физическое, но моральное, удар по доверию. Целый год она пыталась справиться с обидой, пытаясь вернуть прежние чувства и продолжать жить с Олегом. Но чем больше проходило времени, тем яснее она осознавала, что тот случай с Пелецкой разрушил ее любовь. В конце концов, Доронина честно призналась себе и мужу, что ее чувства угасли, и предложила развестись. Примечательно, что Олег Басилашвили после развода негативно отзывался о бывшей жене, и даже публично ее оскорблял, а вот Доронина не сказала о нем ни единого плохого слова. Басилашвили, талантливый артист, больше нечего добавить. Все, что было между нами в прошлом, пусть останется в прошлом, говорила она. В 1959 году на одну из театральных постановок с участием Татьяны Доронины пришел театровед Анатолий Юфит. Он был буквально очарован ее красотой и талантом, и с того момента не смог остаться равнодушным. День за днем Юфит появлялся у театра с цветами, настойчиво проявляя свои чувства. Он открыто признавался Дорониной в любви, не скрывая своего восхищения. Все это происходило, несмотря на то, что у него уже была запланирована свадьба с балериной Аллой Осипенко. Однако даже эта предстоящая свадьба не удержала его от попыток покорить сердце знаменитой актрисы. «А что ты лезешь ко мне, если у тебя невеста есть?» Интересовалась Татьяна Доронина. «Отмени свадьбу, тогда и поговорим». Татьяна Доронина сказала это шутя, но Анатолий Юфит воспринял ее слова всерьез. Он действительно отменил свадьбу и расстался с балериной Аллой Осипенко, выбрав актрису, которая пленила его сердце. Это решение поставило Доронину в неловкое положение. Она чувствовала себя виноватой за разрушенные отношения Юфита, и именно из чувства долга, а не любви, согласилась поселиться с ним под одной крышей. Однако с самого начала она установила условие, если что-то пойдет не так, она уйдет без колебаний. И вскоре это произошло. Всего три месяца спустя, Доронина приняла решение расстаться с Анатолием. Его чрезмерная привязанность и постоянное присутствие стали для нее невыносимыми. Юфит не давал ей возможности побыть одной, даже когда она нуждалась в тишине и уединении. Эта навязчивость раздражала ее, и в итоге она выбрала свободу, разорвав отношения. На пике своей славы, когда Татьяна Доронина блистала в таких кинолентах, как «Старшая сестра», «Три топали на плющихе», еще раз про любовь и мачеха, она была замужем за знаменитым драматургом Эдвардом Радзинским. Этот брак она вспоминает как самый гармоничный и счастливый период своей жизни. Супруги были невероятно близки и буквально не могли провести дня друг без друга. После съемок Доронина, едва завершив работу, стремительно мчалась домой, где ее всегда ждал Радзинский. Он создавал для нее уют и романтическую атмосферу, накрывая стол с изысканными угощениями и наполняя дом теплом. Однако спустя шесть лет, страстные отношения постепенно угасли. Они стали общаться больше как добрые друзья, чем как супруги. Взаимная привязанность осталась, но той искры, которая когда-то связывала их, больше не было. Понимая это, Доронина честно предложила развестись, но сохранить дружеские отношения. Радзинский согласился с ее решением. Что примечательно, их дружба продолжилась и после развода. Они до сих пор часто созваниваются и с удовольствием делятся новостями, сохраняя уважение и теплоту друг к другу. В 1973 году актер Борис Химичев не смог устоять перед невероятной красотой Татьяны Дорониной. Он был очарован ею с первого взгляда и, несмотря на то, что был женат, начал активно флиртовать с актрисой. Впрочем, симпатия была взаимной. После завершения съемок фильма «Двадцать лет спустя» между ними вспыхнул роман, и они провели вместе ночь. Наутро Доронина сказала Химичеву, что готова выйти за него замуж, но лишь при условии, что он разведется с женой. Химичев, не раздумывая, принял это решение и вскоре разорвал брак. Однако это решение привело к драматическим последствиям. Бывшая супруга актера не смирилась с разрывом. Она начала звонить Дорониной, угрожая ей расправой, оставляла пугающие и оскорбительные записки у ее дверей. Однажды даже дошло до рукоприкладства. На улице бывшая жена Химичева набросилась на Доронину с кулаками. Обо всем этом Химичев рассказал уже после того, как их брак с Дорониной распался в 1982 году. Несмотря на сложности в отношениях, Химичев признавал, что Доронина оказалась неожиданно хорошей женой в быту, она вкусно готовила и всегда поддерживала дом в чистоте. Но ее властный характер, по его словам, перечеркивал все эти плюсы. Причиной их развода стало именно то, что Доронина пыталась контролировать мужа и руководить его жизнью, что Химичев не смог принять. Впрочем, ее лидерские качества всегда проявлялись ярко. В конце 80-х они оказались особенно кстати, когда она возглавила группу артистов, выступающих против Олега Ефремова, и заняла пост руководителя театра, доказав, что может не только блистать на сцене, но и управлять коллективом. Под руководством Татьяны Дорониной МХАТ переживал настоящий расцвет, возвращаясь к своим классическим корням и укрепляя свою культурную значимость. Однако в 2018 году на должность художественного руководителя был назначен Эдуард Баяков, а Дорониной предложили пост президента театра. Это изменение стало для нее болезненным ударом. Актриса, преданная своему делу и коллективу, была возмущена новыми порядками. Она написала письмо президенту страны, в котором выразила свое недовольство происходящим в театре. По ее словам, талантливых артистов увольняли, качественные спектакли заменяли посредственными постановками, и театр, который она выстраивала годами, оказался под угрозой разрушения. Это письмо было опубликовано, и каждый желающий мог с ним ознакомиться. Разочарование и отчаяние захватили ее, и Татьяна Доронина отошла от активного участия в жизни театра. Но просто сидеть дома в одиночестве она не могла. Ее преследовало мучительное чувство заброшенности. Чтобы хоть как-то справиться с этим, на накопленные за долгие годы средства актриса оплатила дорогостоящее пребывание в элитном санатории Барвиха на целых два года, что обошлось ей примерно в 16 миллионов рублей. Однако и этот шаг не принес долгожданного облегчения. В санатории она не смогла завести друзей среди отдыхающих, а рабочий персонал жаловался на ее чрезмерные капризы, из-за которых некоторые сотрудники даже подали заявление об увольнении. После двух лет, проведенных в санатории, Доронина перебралась в престижный дом престарелых. Здесь условия для нее оказались значительно комфортнее. У нее есть отдельная просторная комната, где она живет вместе с двумя кошками. Каждый день ей предоставляют массажи и косметологические процедуры, а в столовой ее радует вкусная еда. Врачи внимательно следят за ее здоровьем, и, что самое главное, она обрела новое окружение. В доме престарелых у нее появились приятели, с которыми она проводит время, наконец избавившись от ощущения одиночества. Вот такая у меня для вас сегодня история. Как обычно спрошу, что думаете? Пишите ваше мнение в комментариях ниже, и не забудьте подписаться. Впереди много интересного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!